Последний день без листвы. Сегодня на аппаратном совещании глава администрации Станислав Третьяков критически оценил темпы весенней уборки. Если процесс не ускорить, это повлечет за собой срыв графика и до 1 июня собранный мусор не будет вывезен. Другая новость с начала рабочей недели. У главы администрации появился советник по вопросам дорожного хозяйства. Около месяца назад Станислав Третьяков воспользовался услугами почетного гражданина города и признанного специалиста в области дорожного строительства Надежды Комиссаровой, чтобы проинспектировать проведенный в прошлом году ремонт дворовых проездов. Опыт сотрудничества признан успешным и его решено продолжить. Чтобы у жителей города было меньше вопросов, меньше претензий, меньше жалоб, будут работать и сотрудники администрации, и советник на общественных начала Комиссарова Держи Петровна. Все последние недели из поля зрения не уходит тема весенней уборочной кампании. Регулярные отчеты с кубометрами собранного и вывезенного мусора множатся и портят картину лишь поваленные после недавнего снегопада деревья. Из учреждений социальной сферы все, что было собрано на субботнике, вывезено в полном объеме. Остальные заявки, после окончания контракта было подано 63 заявки, из них сейчас удовлетворены 27, вывезено 540 кубических метров мусора. Главу администрации объемы не поразили. Увиденное собственными глазами заставило его не проводить знак равенства между статистикой и реальностью. Я проехал. Я вижу, что на территории 4-й больницы за контейнерной площадкой лежат мешки с листвой. То есть мы уже выходим из графика. Дальше, если мы будем так себе эти послабления делать, что тот не подал, этот не знал, этот не сделал, мы выйдем вообще из всего графика и к 1 июня бы город не уберем. А был, как подчеркнул Станислав Третьяков, четкий график. До 18 мая вывезти мусор из учреждений социальной сферы, до 25 мая очистить дворы и общегородские территории, к концу месяца убрать поваленные деревья. Как показал осмотр территории около 4-й больницы, отставание может смешать все планы. Потому и было дано следующее распоряжение. За прошлую неделю администрация в суде отстояла право выставить на аукцион один из земельных участков, который из-за бесценок мог уйти в частные руки. И теперь средства от продажи пойдут в местный бюджет. В текущем месяце он недополучил от арендаторов 2,5 миллиона рублей. И эту недостачу необходимо вернуть. Да, до конца мая мы просто все отставания под подгоним, что ли, вернее, будут поступления. Резервы есть. По этому поводу Станислав Третьяков высказался жестко. Или должники погашают долги, или расстаются со взятым в аренду имуществом и землей. Бюджет, особенно в нынешней ситуации, не должен нести потери. Сколько можно ходить за людьми и убеждать их, заплатите за арендованную землю. Мы вынуждены обращаться в область, помогите нам материально. В то же время у нас есть резервы, которые мы не используем. За полчаса, что длилось совещание, круг затронутых вопросов не выходил за границы МИАСского округа. Лишь Валерий Карпунин по следам бессонной и прошедшей насмарку ночи у телевизора напомнил о хоккейном поражении, придав ему едва ли не геополитическое значение. Несмотря на позавчерашнюю победу Россия и США, по хоккею, есть любители хоккея? До вчерашнего дня они еще были. До вчерашнего дня был оптимизм, а вчера, к сожалению, разгромный счет 6-1 показал, где находится наша страна, несмотря на ту звездность команды, которая жила. Звезды сами по себе счастливым образом, если и сходятся, то успех не гарантируют. Так бывает не только в спорте, но и в жизни. Призыв за работу товарищей не прозвучал, но очевидно подразумевался. Дмитрий Скляров, Айдар Насыров, ОТВ МИАС.